Нет, скорее всего это беспилотники, которые у нас уже есть, стали на боевое дежурство, довольно-таки мощные, там боевая часть около 75 килограмм, а это как раз вот взрыв 100 килограммов авиабомбы, примерно такая боевая часть. Я думаю, это несколько наших беспилотников, вот позавчера был подорван, выведена из строя часть Крымского моста, вчера была массированная атака беспилотников на крымские военные объекты и некоторые достигли своих целей. Сегодня такая же атака беспилотников по выявленным вновь целям и уничтожение, хорошая детонация, то есть попали по складу боеприпасов, который несколько часов детонировал. Таких военных объектов в Крыму около 150-170 штук и вот работать по ним, если каждый день работать, то мы где-то за месяц можем их, ну по крайней мере, поредить, это уж точно. Но такие действия, практически еженошные действия и удары по Крыму говорят о том, что идет формирование будущего поля боя. То есть неспроста генерал Залужный о Крыме на прошлой неделе давал интервью и четко сказал, что Крым будем освобождать военным путем и не затягивать в долгий ящик, как нам предлагают некоторые израильские говорящие головы. То на 15 лет, то на 5 лет недавно, то есть будем освобождать, а это идет подготовка поля боя, значит будем туда заходить воинскими частями. Подготовка, вот формирование поля боя происходит где-то за месяц, полтора, максимум два до захода, так как не успевают войска восстановиться за это время. Потому я думаю, вот это где-то примерно такие рамки, где-то до конца лета, наверное, надо будет ждать в Крыму уже украинских войск. Да, это, ну просто так бы этого не делалось. Дело в том, что есть моменты, которые, ну есть определенные лаги по времени, периоды восстановления, периоды, допустим, переброски новых логистических цепочек, отстраивания новых цепочек. И вот в эти периоды всегда начинается движение. Если начались вот такие удары по дальним точкам, это значит идет подготовка к самому движению. Максимум это два месяца, это максимум. Так, реально это месяц-полтора. То есть уже идет, вот началась подготовка. Ну вот надо еще где-то неделю-две посмотреть за интенсивностью ударов. Пока, по крайней мере, она не снижается. Начали с Крымского моста и потом продолжили по выявленным ладам с вооружением российским. Механизм рассредоточения. Мы им пользуемся и, естественно, наш враг пользуется таким же механизмом. То есть можно сказать, что часть боеприпасов была уничтожена, но не все. Российские военные объекты, они будут уничтожаться на глубину где-то в 200 километров от линии фронта или от линии госграницы. Это да, это ближайшее будущее, но это будущее нескольких лет. Вот этот Су-25, это Ейский аэродром, в свое время, в прошлом году, по-моему, там такой проклятый аэродром. Там в прошлом году Су, по-моему, какая-то из сушек, по-моему, Су-34, в дом врезался на взлете, движки стали. Сейчас у Су-25, это старый самолет, ему лет 50, наверное, естественно, топливо системы отказывают, он просто падает в море на взлете, а там, получается, взлетный курс на море. На взлете падает в море, летчик катапультируется при катапультировании, неудачное катапультирование, ломает ноги, дальше падает в воду и накрывает его сверху парашютом, и он просто утонул. То есть, нахлебался воды, не откачали. Ну, это стандартные действия таких, не действия, это стандартное видение вот войны со стороны гражданских. Вот она вот такая, в том числе интенсивность полетов при боевых действиях, она очень большая, естественно, нагрузки на технику очень большие, налетный состав тоже нагрузки серьезные, тем более в боевом режиме. Потому очень много ошибок, и эти ошибки приводят к смерти летчиков и минусованию самолетов. Это будет увеличиваться и количество и смертей, и, естественно, разбитой технику. Разлаживали эту ситуацию на Луганском направлении, общее движение россиян от Валуек на Купенск, на Лиман, с севера на юг, и с востока на запад Кременная, Торская, Лиман. То есть они будут пытаться давить в этих направлениях для того, чтобы вытеснить украинские войска за Северский Донецк, за Оскол. Оскол там впадает в Северский Донецк, Лиман где-то на впадении находится, им надо взять Лиман. Это стратегическая задача, географическая на этом участке фронта. Ну а если считать оперативную задачу, им нужно связать наши оперативные или часть стратегических резервов наступательными действиями. Эта 100-тысячная группировка там находится полгода, и мы с вами об этом говорили в течение этого полугода, если кто нас смотрит. Ничего нового там не появилось, ничего нового не произошло, все прогнозируемо, если мы с вами это прогнозировали, Ну, Генштаб наш уж точно Северский это все знал, и те действия, которые сейчас проводятся, они проводятся под выполнение задачи уничтожения противника. Сейчас россияне подошли к линии фронта, подтянули силы, средства, технику, значит попадают под удар нашей артиллерии. Там достаточное количество стволов, чтобы уничтожать вышедших в поля россиян. Тем более местность там для наступления очень неудобная. Дело в том, что это пойменные болотистые местности, лесопосадки, леса, болота, то есть двигаться на технике очень сложно. И они переходят на малые топтические группы, попадают под обстрел нашей артиллерии, которая уже пристрелялась по полигонам по уничтожению россиян. Поэтому ничего необычного, ничего страшного на Луганском направлении не происходит. Тем более генерал Сырский под общим руководством генерала Залужного этот участок фронта долго уже контролируют и понимают, как действовать в сложившейся обстановке. Ну, для 100-тысячной группировки это мало. То есть можно сказать, это 100-тысячная группировка мясная. Если, да, на 100-тысяч, даже тысячи танков нет. Потому недостаток техники для всей группировки, это видно. Ну, чревато это только недавно сказала, я же говорю, мы с вами об этих 100-тысячах говорим уже полгода. Они там всегда были, есть, они были рассредоточены. Просто по левому берегу Северского Донца до Старобейска до части. Сейчас подошли ближе к линии фронта. Ничего нового абсолютно. То же количество танков, да, там чуть перебросили, они усилили, но незначительно. Потому никаких больших проблем именно там для наших войск абсолютно не существует. Сейчас мы поредим это количество танков. Они же будут выходить, они будут выходить на дальность удара, попадать под нашу артиллерию. Там есть ловушки специально уже выполненные, есть определенные места, где есть хороший такой перекрестный огонь. Есть наши засады с турами. То есть там целый процесс, целый комплекс мероприятий в режиме активной обороны развернут за эти полгода. Что-то они сильно запоздали. Мы их ждали еще в мае. Они уже, да, третий месяц собирались, еле-еле собрались, еле-еле выдвинулись. Общее состояние войск там никудышнее. Там есть несколько частей боеготовых, но опять не обстрелянных. То есть вроде как профессиональные, но не обстрелянные части, линейные. Особенно морской пехоты, тех же с болтфлота. Но только им там подводной лодки не хватает поплавать по болотам местным. Не думаю, что там будет какая-то большая проблема. А вот у россиян там реально будут вопросы, потому что двигаться на той технике, которая есть, по той поверхности сейчас очень сложно. Дело в том, что динамика фронта, она дышит постоянно. Надо смотреть за количеством уничтоженной техники, которую подает наш генштаб. Мы сейчас увидим увеличение количества российской техники, которую она будет терять на всей линии фронта. Как раз за счет луганского направления, так как они пытаются там двигаться.